Водолаз Красноярским ихтиандрам приходится потрудиться, чтобы по весне на дне нашей реки хоть что-нибудь увидеть. А видеть приходится всякое. Водолазы занимаются ремонтом судов, спасательными работами, обслуживанием подводных сооружений, гидроэлектростанций, а также обследованием природных водоемов. Для таких работ амуниция нужна основательная. Для водолазного костюма, да, наборчик? Да, чтобы не замерзать. Шерстяной костюм. Сверху надевается гидрокостюм сухого типа с прорезиненными отверстиями на рукавах и шее. Вода в таком костюмчике до вас не доберется, да и мороз тоже. Главное, чтобы кислорода хватило. Одного полона на сколько хватает? Ну, примерно минут 40. Смотря как дышать будешь. Так как я новенький, я, конечно, тушу немножко чаще. Опытным, конечно, побольше хватает. Для пущей подстраховки водолазы всегда работают в команде из трех. Один спускается, второй обеспечивает при помощи троса или сигнального конца направления под водой. И если вдруг что-то идет не по плану, третий страхующий по первому зову спускается на помощь товарищу. Вот это сплоченность. А вот если я захочу стать девушкой водолазом, легко ли научиться? Легко. Давай попробуем. Давай. А почему мне, как новичку, собственно, нужно начинать с бассейна? Да потому что здесь тепло, светло, неглубоко и совершенно не страшно. И я не утону. Совершенно верно. Ну, приступим. Давайте. Как по волшебству, я уже в гидрокостюме. А в роли феи крестной выступила, внимание, единственная в Красноярске девушка-водолаз Ольга Кириченко. На ее счету не только погружение, но и опасные подводные работы. Например, мы ныряли на наше Красноярское ГЭС. И я знаю, что это замечательное строение. И оно не рухнет, как многие обычные жители думают, что так произойдет. Ласт и масочка-баллон снарядились по полной. На мне сейчас 20 килограммов снаряжения. Но в воде это, конечно, вообще невесомо, хотя и сложно передвигаться во всем этом. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас попробуем подышать в регулятор под водой. Одевайте маску. Подышать получилось уже хорошо. Простейшую систему знаков выучили, а общаться под водой сможем. Еще важно научиться выпускать воду из маски. Делаем глубокий вдох ртом. Опускаем лицо вниз. Прижимаем вверх маски рукой. И одновременно машем головой назад и выдыхаем носом. То есть вот это движение нам позволит создать специальное направление воздуха, которое выйдет через низ вместе с вами. Инструктаж для новичка пройден. Можно смело отправляться на глубину. Вниз мы опустимся на 4 метра. И чтобы уши от давления не заболели, еще одно упражнение. Зажимаем в нос и выдох небольшой в нос. Все получилось. Замечательно. Буду спрашивать, с ушами все хорошо? Вы мне должны ответить. Либо все хорошо, либо что-то не так. Ощущения просто непередаваемые. Главное все делать по технологии. Ушки болеть не будут. Вода в нос попадать не будет. И можно наслаждаться в данном случае, как плавают другие люди. А в лучшем случае за какими-нибудь рыбками на Карибских островах. Карибы – это, конечно, красиво. Однако уметь не только лицезреть, но и помогать под водой, как это делают настоящие водолазы, куда ценнее. Ежедневные тренировки и, глядишь, из меня хороший водолаз получится.